Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Молодец. Подгибай ноги в коленях. Все. Для новичков высота небольшая. Нужно сначала спуститься с первого этажа, потом с пятого. Все делается под контролем инструктора. Альпинизмом Ирина Сологубова до этого не занималась. Ходила в тур, кружок, когда училась в ВУЗе. Практически занятия у нее были, но немного. Сейчас, переехав жить в Рязань, решила вспомнить старое увлечение. Первый спуск – масса эмоций. Было жутко страшно. Я вспомнила всех маму и Бога. В общем, всех-всех-всех. Очень тряслись колени. Но когда успокаиваешься и слушаешь голос инструктора, то понимаешь, как действовать. И становится не страшно, а фокусируешься именно на том, что ты делаешь. И это очень захватывает. В Федерации альпинизма набрали две группы новичков. Первые – это люди, которые когда-то занимались альпинизмом. Вторая – пришедшие в первый раз. Их учат базовым вещам, как застраховать себя в горах, самостоятельно спуститься и подняться. Для того, чтобы заниматься альпинизмом в учебных условиях, нужен минимальный набор снаряжения, рассказывает член правления Региональной Федерации альпинизма Алексей Лихабабин. Спусковое и подъемное устройство – веревка. Веревочкой мы обматываем вокруг основной веревки, по которой спускаемся. Если альпинист теряет сознание по какой-то причине или просто отпускает руки, он остается висеть. То есть такая дополнительная страховка. И вот эти три вещи – жумар, корзинка и веревочка – это тот самый-самый минимальный набор для того, чтобы двигаться по маршрутам начальной категории. Алексей занимается альпинизмом почти 10 лет. В этом году покорил гору Монблан. Ее еще называют крышей Европы и родиной альпинизма. Поднялся на высоту 4800 метров. Для него заброшенное здание – простой маршрут. Он преодолевает спуск с пятого до второго этажа за считанные минуты. Для новичков это рельеф, приближенный к реальным условиям, чтобы подготовиться к походу в горы. Часто так бывает, что нужно спуститься по относительно такой вертикальной стенке. Но в зависимости от ее высоты регулируется категория. То есть, часто так бывает, что, ну вот если, например, одна веревка где-то 25 или две веревки 50 метров, то это может быть и вторая, и третья категория сложности. То есть, когда вот по такой стенке подниматься наверх, то это уже четвертая, пятая категория сложности. То есть, на более простых маршрутов по таким стенам вверх обычно не лазишь. Тренировки на свежем воздухе будут продолжаться, пока позволит погода. Потом новички перейдут в скалодром. Там уже будут отрабатываться технические элементы, чтобы они смогли уже летом следующего года подняться на свою первую гору.